Тетелеграп, Великобритания, Россию обвиняют в отправке британским военным СМС с угрозами Билл Гарднер, Тетелеграпок, Великобритания 16 октября 2019 года Телеграф удалось узнать, что британские солдаты получают СМС и сообщения в Фейсбуке с предупреждением «Мы за вами наблюдаем», в отправке которых подозревают Россию Размещенные в Эстонии британские войска жалуются на таинственные сообщения, которые появляются на их страничках в социальных сетях и приходят к ним на сотовые телефоны Командование считает, что это составная часть кибервойны, которую ведет Москва, чтобы вывести из равновесия и запугать британских военных и их союзников В настоящее время в Эстонии размещена почти тысяча военнослужащих из Британии, которые участвуют в крупной операции НАТО по сдерживанию российской агрессии в Восточной Европе Когда в эту страну в 2017 году впервые прибыли британские военнослужащие, многие из них получили подозрительные сообщения, которые появились в их аккаунтах в Фейсбуке и Твиттере, а кому-то на смартфоны стали приходить текстовые послания Один солдат, не пожелавший сообщить свое имя, рассказал Телеграф Некоторые из нас получают странные смс, сообщения в Фейсбуке и так далее Они всегда написаны на английском языке, и иногда похожи на нечто вроде «Мы за вами наблюдаем» Это вызывает небольшое беспокойство, потому что им явно известно, кто мы все такие Но нас учили быть готовыми игнорировать такие вещи Я бы не сказал, что российский генеральный план сработал Есть мнение, что сообщения в Фейсбуке и Твиттере – дело рук так называемых ботов Это анонимные и связанные с Россией аккаунты, регулярно распространяющие кремлевскую пропаганду Руководство НАТО также опасается, что Москва при помощи портативных антенн взламывает солдатские смартфоны, извлекая из них полезные данные и контакты Американские командиры ранее жаловались на то, что во время пребывания в Эстонии за ними осуществлялась электронная слежка через смартфоны, а голландские летчики рассказывали, что их женам и подругам регулярно досаждали звонками русские тролли По словам женщин, им звонили мужчины и с русским акцентом задавали вопросы типа «Вы знаете, что там делает ваш партнер?» Или «А может, ему лучше уехать оттуда?» Находящимся в Эстонии британским военнослужащим в настоящее время разрешено пользоваться личными смартфонами, однако в войсках принимаются соответствующие меры предосторожности, чтобы защитить их от российского вмешательства О чем рассказал источник из военного ведомства На это пошли после того, как начальник генерального штаба выступил с предупреждением о том, что Британия каждый день находится в состоянии войны из-за постоянных кибератак со стороны России и других стран Генерал Сэрни Картер, Ничк Чартер, добавил, что в современных условиях уже нет разницы между войной и миром В этом году сухопутные войска Британии объявили о начале войны в социальных сетях Созданное там новое подразделение получило задачу противодействовать враждебной деятельности со стороны России Председатель специального парламентского комитета по обороне Джулиан Льюис, Юлиан Льюис, заявил Я думаю, это очень полезно, что русские показывают военнослужащим и другим людям, насколько уязвимы электронные медиа, и как важно проявлять осторожность, общаясь посредством этих систем Эстония находится на линии фронта Это член НАТО, которому угрожает агрессивная Россия Именно поэтому здесь находятся наши войска Все страны НАТО выигрывают от того, что действуют сплоченно Официальный представитель Министерства обороны заявила, как и многие члены общества Военнослужащие могут время от времени получать сообщения от непроверенных источников Весь наш личный состав получил соответствующие указания о том, как защитить и обезопасить свои электронные устройства Министерство обороны Российской Федерации на просьбы дать комментарий не откликнулось Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Миндамец 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 Продолжение следует...